здравствуйте дорогие друзья приветствуем вас на канале день тв сегодня у нас в гостях бывший депутат бывшей фракции бывшей правящей партии верховной рады так и хочется добавить бывшей украины олег анатолий чесарев здравствуйте здравствуйте ну сегодня у нас разговор по идее должен быть про украину но он будет на более интересные темы начать я хотел с того спросить у вас вот я несколько раз назвал слово бывший а кто вы вообще не бывший народный депутат это пожизненный статус и поэтому будучи один раз верховной рады подучи один раз депутатом ты на всю жизнь приобретаешь статус народного депутата поэтому я народный депутат украины это пожизненно верно точно так же какие народный депутат парламента новороссии это что касается моя политическая деятельность а так я муж своей жены отец моим детям голами четверо дети это есть википедии вы многодетный папа многодетный по моему у нас на украине с 5 с 5 детей про российским законам из трех украина россия более богатая страна как вы считаете парламент украины легитимные или нет конечно ты все условно у нас украина образовалась не совсем легитимно развал советского союза был нелегитимный третий тур президентских выборов в которых проиграл янукович был нелегитим второй майдан и пришедший на его место турчинов был нелегитимный а это значит что следующий парламент тоже нелегитимный но люди живут и надо принимать как данность россия признала выборы президента украины я имею ввиду порошенко признала выбора верховной рады украина поэтому признала в этом весь мир поэтому де-факто украина они до юра легитимная страна легитимные президенты легитимные права но лично вы как считаете я не говорю про позицию россии говорю про вашу позицию считаете ли вы себя последним депутатом последний легитимный вершин зрения о том что поскольку янукович был свергнут нелегитимно а все остальные события с точки зрения конституции не совсем легитимы то мы как бы янукович действующий президент до сих пора мы действующий парламентарий но это все не имеет значения этот спор поскольку он чисто академические практически с зеленским из верховной рады украины и воспринимают весь мир как легитимных и ведут переговоры подписывают сделки выделяют деньги найти это очень важно когда выдаешь деньги значит ты как бы это придает легитимности да кстати это была одна из вещей которые первый сделал байден он выделил три миллиарда долларов первый был транш еще турчинову турчинов когда турчинов еще было исполняющее исполняющее обязанности президента подписывает договора финансовые должность которого нет турчинова не было такой должности статуса и река в соединенных соединенных штатах по этому поводу сейчас кстати возбуждено уголовное дело по поводу выделения вот этого транше три миллиарда долларов да там он проходил 14 миллиард долларов 15 миллиард долларов 16 миллиард долларов это проходило вот по агентству и сиди ну да там примерно это такая была создана в 61 году кеннеди для того чтобы все международные программы помощи демократии по всему миру как это в кавычках делают соединенные штаты объединить в одном агентство она как министерство кстати из-за этого уголовного дела до сих пор вот на сегодняшний момент не приостановлены все транш один процент от ввп соединенных штатов распределяет это агентство и проходят выемки в трех банках американских там под уголовным делом фактически ходят противная элита демократов мало кто разбирается кто дело знает буризма полностью в деталях но вот последний миллиард долларов который был байден заявлял о том что я могу дать могу не дать даже грубое нарушение процедур американских да там не было не аудиторских заключения не расчета листов ничего не было там визы были не собраны все шло вот я сказал выдать по звонку да и так конечно же соединенных штатах демократия это прежде всего процедуры были нарушены процедуры возбуждено уголовное дело уголовное дело подписал генеральный прокурор соединенных штатов и она сейчас находится в суде два года шло расследование этого дела перед тем как собирались материалы занимался занимался сам кислин прилетал в украину опрашивали вместе с юристами отпрашивали там ряд товарищей моих в том числе бывших коллег и чиновников но их вызывали в соединенные штаты именно поэтому сам окисленно сделали персоной нонград в украину пролетал в борисполе его не пустили порошенко понимал что копают под него в рамках уголовного дела было доказано что три миллиарда долларов было украдено и показано где они были украден 10 топ чиновников среди украинских среди них петр порошенко главное подозреваемое обвиняемая это я резко и дани люк именно не люк да ими недавно увольнена по этому дани люка настоятельно рекомендовали не приглашать вместе с зеленским в сша и он не поехал хотя он должен был быть главным модератором этого процесса то что по ним уголовное дело но в составе официальной делегации это не совсем верно порошенко был выведен свое время за рамки этого уголовного дела он проходил там под позывным оперативным под оперативным это было такое порк и оперативным псевдоним да да и сейчас он уже не президент он вполне может быть допрошен и арестован но изначально надо взять показания у я резко и дани люк откуда вам все это известно два года я наблюдаю за этой ситуации и вот начиная с того времени когда прошли первые такие вот мини праймери среди демократов и стало понятно что байден главный конкурент трампа а у байдена не было ничего вообще ничем за не занимался только украина стало понятно о том что как бы критиковать его сбивать его как кандидата с президентской гонки можно только по его деятельности с украины и как только сэм кислин поехал на украину заниматься допросы я сразу же взял эту работу под контроль отслеживал да потом мне все время звонили мои товарищи которых там допросили там опросили ну крайне этой деятельности нельзя было скрыть я говорю порошенко они точно узнал и по поэтому эти полномочный представитель друг джулиани видный функционер республиканской партии партии которая вместе с трампом пришла к победе не пускают в украину он ночует всю ночь борисполе до транзитной зоны до транзитной зоне не молодой человек возвращается он и так не было как бы к порошенко не было сильно расположено тут и как бы особое у него отношение на контроль я вот прежде чем с вами встретиться посмотрел фотографии в интернете и вы знаете если вот вас не знать не не знать вас лично не смотреть передачи с вашим участием не читать ваши статьи кстати хочу отметить что вы наверное из тех редких людей кто до сих пор еще пишет статьи из тех редких политиков сейчас вообще уже не принято сожалению общаются в основном форме twitter сообщений так вот если всего этого не знать и посмотреть фотографии то ю тубе в гугле то в первую очередь попадаются какие-то ваши драки с вашим участием верховной ради я так понимаю часто там приходилось драться к ним даже начнем с другого а вы вообще спортом занимались да я занимался до четвертого класса плаванием а потом классической борьбой в институте сам по до прихода кличков парламент я себя чувствовал достаточно уверен но был еще анатолий писаренко чемпион мира по тяжелой атлетике мы с ним были друзья эти один из первых эпизодов когда было я уже не помню что мы голосовали что-то мы голосовали связано с россией с русским языком и петр порошенко я первый раз очень серьезно потянул спину не думал что он так хорошенько конкретно он такой тяжелый он порошенко да я тоже борец он оказывается тоже борец да я это потом я выяснил я не понял почему он так вдруг на меня пошел такую атаку я его поднял вынес за найти за спикером есть две двери справа слева выдал вынес его в такую дверь а там его толик писаренко принял и понес дальше такое вы сталкивались порошенко не только в предвыборной борьбе не только но и выборная борьбе ринге много раз говорит потом моста потом во время оранжевой революции 1 революции я отвечал за за у нас на украине было время когда статус народного депутата это было что-то такое вот как бы он был священ и реально ни один милиционер не мог ничего противопоставить милиционер там любой охранник этого любой стране мира милитарской неприкосновенности она была была доходила до того что представьте себе оранжевая революция мы проиграли мы устроили митинг проводим митинг ведем бориса колесникова тихонова арестовали кушнарёва жене мы проводим митинг так уж получилось что я во главе этого митинга и ладно я там зашел к луценко хотя он не совсем был и готов меня принимать зашлось песку ну который там меня угощал в кабинете я рассказывал как он внутренне что у нас поддерживает сочувствует резолюция митинга но я дошел до ющенко представьте себе что где-нибудь какой-нибудь стране я уже не говорю про россию парламентарий может пройти через все фсо через все защиты не единственный был такой помощник третяков пытался встать на на дороге его отодвину и зашел в кабинет ющенко он спрятался кабинет был то есть был мир физически спрятался но его речь это его не было хотя перед этим не все говорили не трогайте президент работают не заходите я зашел но его кабинет стол ну что я но я положил резолюцию на стол вышел поэтому чтобы вы понимали статус депутатов был очень большой поэтому когда сейчас евгения червоненко он как бы критикуют новых революционеров которые сейчас у власти тогда он избил первого милиционера который стоял на входе в цвк причем сильно будучи депутатом петр порошенко и они создали оранжевые создали группу которого отглавлял народ порошенко и они ездили и громили там всякие государственные учреждения пользуясь депутатской саду с пользуясь статусом до меня тогда пригласили по этой причине в киев я взял в аренду кабинет цвк и у меня дежурило четыре человека круглосуточно из депутатов или вы уже были действующим депутатом естественно надо 2 ссдпо 2 с партии регионов там кстати я с колей ласевским познакомился с большим количеством очень неплохих ребята с депутатами дончане и регионалы езды под вошли ки сильно очень отличались между собой а сейчас вы способны подраться и да и способен мне кажется каждый мужчина должен и там мы сталкивались время с петром порошенко я его спускал с лестницы и мы там были очень такие ситуации но то есть вы можете смело вот я знаю чтобы человек открытый я не замечал никогда шов вы лукавили или врали вы можете смело сказать что таком физическом противоборстве порошенко вам проигрывал да конечно да он проигрывал он все-таки он да он да за какой вы характеризмите его бойцовские качества вы же знакомы было да он боец да он боец вот ситуация стою возле трибуны подходят там защищаем наш спикер выступает ему пытаются сорвать выступление такая обычная ситуация в руку на районе стандартно бежит женя червоненко подбегает я стою ему на дороге он вред залег ну давай не толкаться мы в этом бизнесмены за что то есть как нет петя всегда шел напролом и меня в этом удивлял то есть так уж получалось что я все время становился у него на пути он в том числе и волевой человек наверно волевой агрессивный а про интеллект очень не глуп то есть к сожалению да было к это либо недооценка либо ошибка наших сми что из него пытались показать кого такого недалекого трусливого человека это не так распространена тактика вспомните как во время войны показывали гитлера какого-то сумасшедшего который визливым голосом там что-то потому что это был очень опасный соперник на самом деле сильный соперник умный соперник и способный бороться и сейчас он борется он не сбежал из стороны несмотря на все уголовные дела он будет бороться до последней он неоднократно падал и неоднократно вставал очень важно ну к дракам мы еще вернемся а вы вообще по образованию кто я по образованию инженер-физик микроэлектронщик я закончил мифи мифи это очень серьезное образование на самом деле да хороший вуз вы хорошее было образование а наукой вы хотели заниматься конечно рассчитывал заниматься наукой наша группа создавалась мифи у нас был куратор группы был ректор шальнов ректор института ребят которые хорошо сдали вступительные экзамены по физике их взяли в эту группу и группа должна была заниматься с системой сой аналогом советским аналогом американской системы соя для того чтобы в космосе вести кампе войны надо было создать микроэлектронику которая способна выдерживать облучение сильное облучение там и так космическое облучение очень жесткой и все время выходит из строя вся электроник а если взорвать атомную бомбу то все спутники просто на орбите тут же сгорят все горит все все мозги вся электроника была такая точка зрения о том что можно создать электронику которая будет выдерживать даже такие мощные взрывы моя работа состояла в том я готовил готовился кандидатской у нас начиная со второго курса работал на кафедре это мы меняли технологию в частности мдп транзисторов и облучали их у нас тут наверное не секрет о том что в мифе свой маленький реактор донетка вот а когда надо было сдать сильное облучение ездили в зеленоград и я облучал образцы менял технологию снимал вольтамперные характеристики и подбирали подгоняли теорию по то что почему изменяя таким образом отжиг или какие-то другие там параметры получались более стойкие образцы ну к сожалению советский союз распался на был первый студент нефи который экстерном закончил институт экстерном да и владимир велич него не выгоняли только на работе я был первый студент который получил а насколько раньше свободно на почти на год который получил на руки свободный диплом я очень хотел вернуться на украину я вернулся на украину вот у нас тогда в мифе не было такой практики я был староста группы я был первая наша группа которая получилась возможность свободного посещения поэтому вот такое вот а на сайте института вы есть обычно же вывешивают до и знаменитости я есть на сайте и как вы там описываетесь заведите в гугл увидите хорошо не очень приятно что я нахожусь там среди достойных людей то есть не несмотря на то что отношение достаточно неоднозначное ко всем этим процессом институт как бы не стесняется таких выпускников ну вот интересно у вас такое хорошее образование вы пишете статьи наверняка читать очень любите а как же так со скрыпиным получилось когда все таки вторая мировая война началась эти его но во первых я никогда не старался выглядеть умнее чем я есть я физик не историк вообще не обращал внимание когда она началась до моего народа понятно когда она начиналась тогда когда немцы на нас напали в дальнейшем я посмотрел о том что что имелось ввиду под второй мировой войной когда она началась тридцать девятом году начале сентября но для меня до сих пор непонятно почему я вернем не понятно почему считают сначала вторую мировую войну с нападением на польшу для того чтобы как бы подчеркнуть роль германии советского союза вот в этих процессах негативную роль за она почему не начинать ее считать с чехословакии захвата аннексии сует и тогда будет совершенно другой то есть получается вы этим хотели просто подчеркнуть политизацию этого вопроса я не обратил внимание на вопрос но этот эпизод вырезана ну да вы бы вырваны с контекста это или контекста все передать все его не спросили про второй закон термодинамики до или они не способны на такие вопросы в принципе меня один раз верховной радио по моему до этого пытались погонять начали спрашивать атомная масса элементов из таблицами деле его что-то из физики да но потом этого видео нигде не было потому что но было не интересно вопрошающим было стыдно самим да за эти вопросы а у вас есть целью жизни и можете ли вы не рассказать мы живем я нельзя каждый день ложится над зод и каждый день там что-то делать экстраординарно я все успокаиваю тем что там ну да там были такие события сейчас другие события совсем другая жизнь но при этом каждый день взрослеют мои дети и это хороший процесс но вы говорите так как человек который полностью ушел от политики от общественной деятельности ушел в семью вообще если ситуация изменится вы готовы были вернуться во все это или нет я не рвался в политику он так получилось ну да я там в какой-то момент времени там стал политиком а потом а потом получилась такая ситуация мы пришли политику из бизнеса так понимаю да я приобрел предприятие которое стояло несколько лет и это было это были те годы когда у нас вообще стояла полу днепропетровск предприятия поскольку было банкротное стоило очень недорого это было промышленное предприятие это было днепропетровская бумажная фабрика я стал директором это был какой-то ужас потому что вот все изголодавшиеся проверяющие со всего города пришли на на единственное работаешь то что работает они прорывали через проходную лезли через забор это был ужас какой-то это и я вот этот этик это был период когда беспредел связаны с бандитами и дракетами сменился вот чиновничий беспредел и я пошел в верховную раду мне сказали пойдешь и говорю ну можно попробовать пошел выиграл на списках или неожиданно выиграл против админресурс по округу на округу да и стал политиком и а потом вот во время этих событий так уж получилось знаете у меня был один товарищ депутат который который оранжевая революцию собирается захватывать верховного рада украины он был мастер рассказывать анекдоты в тему и чтобы мы там проголосовали легитимизировали вот этот процесс третий тур выборов мы сидим там беснуется другом народ точно там ворвутся не ворвутся верховную раду украину говорит вот наша жизнь как у пожарников и у как как у пожарник говорит но я не хочу обидеть пожарников это достойно пожарных во первых пожарных говорит на говорит вот смотри как у пожарных пожарник говорит пожарный говорит вот на работу ходим ничего делать не надо спим отдыхаем говорит зарплату платят Говорит, ну как пожар, хоть с работы увольняйся. Вот такая вот у нас бывает ситуация. Вот попалась такая ситуация. Я народный депутат. Так получилось, я посвящен во все, что происходит на Майдане. Вижу, к чему это будет вести ситуацию. Я, знаете, как этот, представьте себе, там отдаленная застава, поставили часового, идут вражеские войска. Он может уйти, а вообще должен остаться. И может быть и ничего не получится у него, он может и не остановит ничего. Но есть чувство долга. А могли пойти в другом месте. Так и здесь. Каждый день ты принимаешь какие-то решения. В результате этих решений я остался в Крыму сейчас и занимаюсь семьей. Но я все-таки еще раз конкретизирую этот вопрос. Если что-то изменится, вы готовы были бы пойти в политику? Если меня попросят, конечно же, пойду. Олег Анатольевич, вот эта ужасная история, на самом деле, я думаю, для вас очень тяжелая. По крайней мере, на экране это выглядело ужасно. Когда вы выходили с эфира, на вас набросилась разъяренная толпа. Могли бы вы вообще рассказать, как это все, что при этом приходилось чувствовать? Потому что, когда мы это все смотрели по телевизору, была абсолютная уверенность, что вас убьют. И, конечно, это было крайне неприятно, потому что это был прямой онлайн, хотя это была ночь. И когда ты понимаешь, что вот сейчас на твоих глазах будут убивать, наверное, хорошего человека, и никто ничего не может сделать, это было, конечно, страшно. Могли бы вы про это вспомнить? Это драматический эпизод моей жизни. Хотя, конечно, закончилось, слава богу, все почти комично. Но я считаю, что это, наверное, чудо было, что такой финал счастливый. Началось с того, что позвонили православные из Одессы моей маме и сказали о том, что вот такого-то числа у вашего сына будут очень большие неприятности, его могут убить. Моя мама мне все время начала звонить и говорить, Олег, вот такого-то числа ты должен быть где-то в безопасности. И прямо вот эту дату называли конкретно? Нет, не совсем. И меня приглашают на свободу слова. Это последняя возможность обратиться к людям. Причем о том, что можно удержать страну от кошмара войны. В качестве кандидатов депутатов президента. Я и пошел в президентство для того, чтобы иметь трибуну и говорить. Трибуну мне все время обрезали, обрезали, обрезали. И такие я вот... Я просто сейчас немножко вас отвлеку и перебью. Хотел на этот момент обратить, потому что часто слышим критику в ваш адрес, что своим, дескать, участием в президентских выборах на Украине вы тоже способствовали легитимизации этого режима. Это так или нет? Для чего это все было? Скажем так, было несколько сценариев развития событий. Один из сценариев, который бы больше устроил меня и Украину, и может быть сторонников Новороссии, стоял в том, что я должен был баллотироваться в президент. Но вы бы проиграли все равно, наверняка почти. В той ситуации. В какой-то части Украина. А в какой-то части Украины и нет. А были какие-нибудь опросы или что-то? Да, были опросы, было все хорошо. И я не хочу говорить, потому что это не мой секрет. Ну и, в общем-то, нет, история не любит созлыхательного наклонения. Но я максимально постарался использовать свой статус для того, чтобы провести агитацию среди людей, постараться удержать страну от войны и для концентрализации актива. Я проехал все области Юго-Востока. Кстати, дрались там где-то в Одессе, я помню. В Одессе, в Николае, везде это было очень непросто. Да, очень все напряженно было и опасно, по-настоящему опасно. Всех губернаторов я знал. Начальников областных управлений СБУ знал, милиционеров знал. И у всех были настроения такие, что дайте команду, мы готовы отделить 7-8 областей от Украины. То есть речь идет не только о Донецке? А почему? Потому что они понимали о том, что их будет люстрация, их будут преследовать и так далее. Саша Пиклушенко, губернатора моего друга Запорожской области, убили вообще дом. И все понимали, что это будет происходить. Но еще были новые лидеры, которые возникли во время протестов. Их надо было тоже собрать. Вдруг было принято другое решение. По телевизору мы все видели, что эти поездки были очень опасны для вас. Ничего страшного. Было видно. Но вопрос в другом. Вы можете сейчас прямо так сказать, что вы не имели своей целью легитимизировать Порошенко? Это точно. Это точно. Именно по этой причине я потом выполнил свою функцию, задачу и снялся с президентского выбора. Донесли до людей? Точку зрения? Пытался донести. Для того, чтобы в последний раз обратиться, меня пригласили на свободу слова. И мне мама звонит и говорит, Олег, не надо тебе уезжать с Донбасса. Вот приближается та дата, когда все будет хорошо. Когда есть риск, ты же мне обещал. Я говорю, мам, вот в тот день, когда тебе сказали, что должен быть в безопасности, я буду в Москве. Обещаю, у меня самолет, билет, я за день прилетаю до этого в Киев, приезжаю. За день до той даты, до опасной даты. Да, это опасная дата, да. И все. И вот получается свобода слова. Насколько я понял, Игорь Валерьевич Коломойский сделал все для того, чтобы собрать активистов из Днепропетровска. Под вас? Да, под мой приезд. К сожалению, я об этого не знал. Такого до сих пор не было. На народных депутатов во время эфиров не нападали. Кандидатов президента тоже не нападали во время эфиров. Телеканал блокировали. Мы набрали ОБСЕ. ОБСЕ сказала о том, что их задача наблюдать, а не наблюдают. Это прям был ответ ОБСЕ. Да, наблюдатели ОБСЕ. Мы не вмешиваемся, да, это все не наше дело. Да, я как кандидат президента, меня охраняли ФСОшники. ФСОшники связали со своим ведомством. Они сказали о том, что там во дворе тысячи людей охраняют, и они не пойдут. Там надо либо стрелять, либо... Ну, ничего сделать нельзя. Они отследовали чердаки, подвалы вывезти. У меня не было возможности. Но их вы хотите, они ответственно отнеслись к своей работе. Да, ФСОшники, да, молодцы. И... Да и, ребята, вспомните, это ведь начало событий. Они все были на нашей стороне. Альфовцы, ФСОшники, да, они были все. В подавляющем большинстве. За редким исключением, да. А если у них были какие-то исключения, то они сами говорили, вот придурок. У нас есть один, да, на подразделении. Так, ну и поняли, что вас вывезти нельзя. Ну, и было две попытки захвата студии. А со мной были там пресс-секретарь, девочки. Надо было. Поэтому я снял часы, снял цепочку, снял пиджак и вышел. Ну, то есть вы понимали, что, возможно, это... Вот реально, положав руку на сердце, понимали, что, наверное, это может быть и конец. Да. И... Когда начали бить, срывать одежду, я понял, что... То есть я мысленно уже согласился с тем, что могут убить. Потом, когда с меня сорвали всю одежду целиком, подогнали скорую помощь в ССОшнике, я сел в скорую помощь, и была надежда о том, что все-таки я останусь живой. А потом взрезали колеса, мы начали ехать, колеса на скорой помощи, начала толпа раскачивать скорую помощь, медики испугались. Я опять решил, что все, значит, и толпа начала скандировать смерть на Майдан, казнить его. Бедный мой сын, мама смотрели на это. Все это смотрели в прямом эфире? Плакали, да. На самом деле, просто, кто это не видел, я думаю, что это обязательно надо посмотреть, чтобы вообще понимать, что происходит на Украине. Вот надо забить в YouTube вот это и обязательно вот это посмотреть. Псарев на ICTV, да? Свобода слова. Свобода слова на ICTV. Самое интересное, что громче всех кричали «Смерть женщин». Да? Да. Но, в конце концов, кончилось все хорошо. Мне предложили, приехали лидеры сотен. Убить кандидатов в президенты во время, в прямом эфире, это было, наверное, не очень хорошо. Мне предложили написать, встать на колени, раскаяться. Написать заявление. Как часть губернаторов, кстати, сделала. И даже часть БЕРФ в западных областях. Написать заявление о том, что я складываю себе полномочия кандидатов в президенты, народного депутата. И что вы сделали? Я ему сказал, убивайте. Ничего не написали, не подписали. Я не мог, я не имел права сдаваться. За мной стояло очень много людей. Они все смотрели на меня. Это было подвести громадную часть населения Украины. И достаточно большую часть. Я сам собой не владел. Своей жизнью и всем остальным. Ну и в конце концов, все-таки они приняли решение. Голоса разделились. Но большинство было за то, что все-таки попытаться меня спасти. Меня смогли спасти. Какую последнюю книгу вы читали? И вообще любите ли читать? Я читал, я ввел такую практику. У меня сын очень много читает, маленький, 11-летний. Но я ему стараюсь какие-то вещи читать вслух. Вот и я ему читал рассказ, фантастику. Как вы считаете, общество и государство должна быть какая-то цель? Или нет? Или все должно развиваться само по себе так, как развивается? С одной стороны, государство не должно брать на себя слишком много. Государство – это коммунальное предприятие, которое должно организовывать жизнь так, чтобы им было комфортно и удобно. Что происходит на Украине, когда государство начинает навязывать украинский язык, идеологию, влазить в церковные дела? Неправильно. То есть оно явно вмешивается туда, куда не нужно. Но с другой стороны, должны быть какие-то надзадачи. Опять-таки, они должны сначала изначально исходить из потребностей общества, и только потом государство должно помогать эти потребности осуществлять. Но какие могут быть или должны быть потребности у общества? И вообще у человечества, если так шире говорить. Вообще, зачем вот это все? Потому что меня спрашивают люди с Украины, нормальные люди. Они понимают, что Советский Союз хорошо или плохо, но он закончился, все, к этому уже не вернуться. Они спрашивают, что дальше. Они смотрят на Россию. К сожалению, Россия тоже не дает этих ответов. Что дальше? Ну, живем, как живем. Но в условиях глобального противостояния этого, конечно же, мало. Сверхцель есть у Китая, сверхцель есть у США. А вот должна ли быть сверхцель у нашего общества, у нашего государства? Я тут говорю даже не отдельно про Россию или Украину. Я говорю вообще о славянских народах и шире о бывших републиках. США – американская мечта, американский образ жизни. Наверное, так. Какая цель у Китая, я не знаю. В России ее сейчас, наверное, точно нет. У Советского Союза было построение справедливого общества. Наверное, так. США, они как минимум декларируют о том, что наши ценности, демократия или псевдодемократия, либерализм или псевдолиберализм, он должен быть навязан всему окружающему миру. Вернее, в американской подаче все должны добровольно принять эти ценности. Здесь все понятно. Набор лозунгов, но он есть. У нас его на сегодняшний день нет. Как вы считаете, это правильно или нет? Все-таки должна быть какая-то… Еще раз. Должна ли быть? То, что было в Советском Союзе, мы прекрасно знаем. Должна ли быть какая-то сверхидея у России, Украины? Вот Советский Союз умер, а советские люди еще стали жить. Может быть, как раз благодаря этой сверхидею? Не знаю. Мне кажется, что очень многое хорошее, что у нас есть в жизни, сохранилось только благодаря тому, что остались советские люди, воспитанные Советским Союзом. А вы себя ощущаете советским человеком? Это учителя, которые во время перестройки, после него за копейки продолжали учить детей. Милиционеры, которые, несмотря на всеобщую коррупцию, ловили преступников, маньяков и проходимцев. И инженера, которые работали на предприятиях, которые остановились, ученые, которые не выехали за границу. Многое-многое всего. Политиков, к сожалению, не так много. Но для того, чтобы стать политиком, надо пройти очень хороший отбор. Порядочному человеку очень сложно остаться политиком. А политика – это, по-вашему, грязное дело? Это зависит от человека. Но человека, у которого нет каких-то внутренних ограничений, у него больше шансов добиться успеха в политике. Это очевидно. Любые внутренние ограничения, они… Убеждения, верность слову, порядочность – это являются теми вещами, которые тебе когда-то, в какой-то момент времени не дадут сделать какой-то поступок, который, вполне возможно, вывел бы тебя на новый уровень властной иерархии. Поэтому так уж получается, что у людей без принципов… Ну, вот возьмите Порошенко, он идеальный политик. Ну, яркий. Юлия Тимошенко, то же самое. И это профессиональная политика, не надо путать любителей и профессионалов. Ну, вот чисто гипотетически, если предположить, что, допустим, я сейчас фантазирую, приехали какие-то люди из Китая, привезли товарищу Порошенко и товарищу Тимошенко пять чемоданов денег наличных и попросили бы их радикально на 180 градусов изменить свои взгляды, начать декларировать коммунизм. Я еще раз, как мысленный эксперимент, как вы думаете, они согласились бы? У Порошенко был один только минус. Для него деньги, для политика и для чиновника власть – это наивысшая категория, а деньги – это лишь производство. Хорошо, предложили бы власть. Ну, вот опять же, мы мысленный эксперимент. Поэтому отличие Порошенко и Тимошенко в том, что Порошенко бы согласился взять деньги, а Тимошенко – нет. Это, кстати, подвело Порошенко в очень многих вопросах. Он как бы отдавал власти и брал деньги, а потом у него не оказалось власти достаточно рычагов для того, чтобы сохранить. Ну и последний вопрос. Вот если сейчас мы вернемся в ноябрь 2013 года, перед вами стоит выбор. Отстраниться, принять все как есть, как часть членов партии регионов. Они же как бы и сейчас себя нормально чувствуют. Ну, как минимум уйти из политики, а может быть, даже остаться. Либо вот начать ту борьбу, которую вы начали тогда. Что вы сейчас выбрали сегодня? Весь этот долгий путь. Выбора-то нет. Особенно, когда это все начиналось, я просто попробую очень коротко объяснить. Меня пригласил Ефремов. Сразу поясняйте, кто такой у нас же. Руководитель фракции партии регионов сказал о том, что у нас прошел президиум полицовета, ситуация угрожающая. Все помнили мое участие в оранжевой революции. На стороне партии региона Белоголубых. Да. Все знали мою способность идти вперед через преграды. И пригласил меня приехать в Киев. У меня и супруга, и мама категорически, я помню, мне пришлось фактически сбежать из дома. Ну, я приехал, и меня Ефремов попросил фактически выполнять роль руководителя фракции. Я зам руководителя фракции был. Не потому, что я очень много занимался партийной работой. Просто я был очень долгий депутат. Хоть я не такой старый, как депутат, я достаточно старый. Четыре СЗО. Ну, и все-таки был руководитель партийной региональной организации. Много законопроектов проходило всяких. Я не был профессиональный партийный функционер. И так... Почему? Потому что он мне сказал о том, что он участвует, постоянно контактирует с лидерами оппозиции. Есть у нас такая... Такой был орган «Согласительный совет». Это когда собирались все руководители фракции, обсуждали, что как голосовать, как голосовать, повестка дня, какие вопросы включать, не включать, до заседания. Говорят, если я буду там выступать на митингах, на пресс-конференциях, озвучивая там позицию, я с ними поссорюсь, мне будет неудобно. Так сказал мне Ефремов. И я фактически возглавил вот эту всю антимайданную всю деятельность. А поскольку я ее возглавил... То есть нужен был человек, который бы без всякой дипломатии организовал сопротивление. Значит, называл вещи своими именами. И я получил доступ к той информации, которой не было ни у кого. Это прослушка, наружка, стенограммы заседаний лидеров оппозиции. Знаете, сколько времени прошло, я даже сейчас не могу говорить, чем занимается спецслужба и сколько всего о частной и нечастной жизни, в общем-то, собирается всякая информация. Вот у руководителя подразделения, который занимался Майданом, каждый день собиралась вот такая вот пачка бумаг. Потом эта пачка бумаг, с него делалась где-то на десяти листах. Выжимка? На двадцати листах. Выжимка, которая шла первому замустителю, начальнику СБУ. А начальник СБУ уже уменьшал это до двух-трех листочков, которые шли Януковича. А я каждый день приходил и перебирал вот этот ящик. Моя свою папку. Моя свою папку. Которая получилась. То же самое было и в милиции, потому что милиция где-то по количеству, там же не только постовые, там и наружка, и все остальное. Которая там очень серьезная. И по количеству людей, которые работают в милиции, это в сотни раз больше, чем в службе безопасности. Обладая доступом к этой информации, я видел, к чему ведут страну. А вели ее к гражданской войне и к большой крови. И именно поэтому я занял такую жесткую, непримиримую позицию против Майдана. Потому что был некий шанс все-таки удержать страну. И шансы были, реальные были от того, что вот то, что произошло, произошло. Это отдельный разговор сказать, почему не получилось рассказать. А сейчас, когда я увидел о том, что то, о чем я... Я когда выходил на эфир и говорил о том, что страну ведут по игрославскому сценарию, а у нас будет гражданская война во время Майдана. Мне, мои коллеги из фракции оппозиционных, Гавриле Олег, ну ты там, понятно, но ты там рассказываешь, что мы тебя все понимаем, что ты должен... Это же надо говорить, нам-то не надо это рассказывать. Да, после эфиров. Здесь парламент, украинский парламент, это очень интересная структура. Если вы думаете, что мы там все непримиримые были, враги друг против друга, то ничего подобного. Там, когда Ляшко выступал в парламенте, там на меня прихвостень Януковича, там Путина и так далее, я ему показываю факт, а я один в зале, потому что все наши вышли, а я один и половину зала, вот оппозиционно, это в тот день, когда при Скрипино я попал, это было тяжелее, очень тяжелый день, очень тяжелый день. И потом подходят ко мне два свободовца, которые у меня в комитете, и которые слушали, как я скажу, так и голосовали. И мы, значит, говорит, Олег, ну так нельзя, ты нас ставишь неудобное положение. Ты и Фракса, это значит, пока мы, это нам там следуем. А мы, говорит, глаза опускаем, делаем вид, что мы не видим. И у нас у всех были хорошие, нормальные отношения друг против друга, невзирая на то, что происходило там в соседном зале. Но мы общались, да. Поэтому вот такая вот ситуация. Так вот, если вернуться назад, и я, а я после этого увидел, что вот то, что я говорил, я говорил, но все-таки сомнения у меня оставались. А вдруг, вот, может быть, я сгущаю краски, может быть, что-то нет, увидел, что действительно так это все и есть. И детей, которых мы хоронили, и друзей моих, которых мы, с тех, с кем мы начинали все эти процессы, очень многих нет сейчас в живых. И это ладно, там мои друзья, которые были в процессе, а сколько мирных людей. Поэтому сомнений нет о том, что бороться надо было делать все для того, чтобы вдруг все-таки бы получилось. И опять же, повторяю, шансы на то, что мы могли удержать страну гражданской войны, были достаточно серьезны. Но подводя итог, можно сказать, что если вернуть все назад, вы поступили бы точно так же. Да, только бы еще продумал, что еще можно было сделать, какие возможности мы упустили. Спасибо вам большое, Олег Анатольевич. Всего хорошего. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok